Приветствую вас, Юля. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. В первую очередь, наверное, хочется сказать о некой такой сумбурности вашего текста, о некой эмоциональности вашего сообщения. Вот, что говорит, наверное, о том, что вы сейчас крайне-крайне неспокойны, наверное. И эмоции зашкаливают. А у вас стоит эмоциональный фон, такой, достаточно высокий сейчас у вас, эмоциональный фон, достаточно высокий. Его желательно бы снизить для того, чтобы вам несколько лучше понимать, что происходит, да? Чтобы разобраться в себя, потому что, сейчас, ну, большому счету, что вы вряд ли склонны к тому, чтобы что-либо анализировать, чтобы что-либо корректировать, да? Вот, вряд ли вы к этому сейчас склонны. Давайте будем честны, честны. Вот, это неплохо. Я вам сразу скажу, это неплохо. Но, это факт. И, с этим необходимо считаться, на мой взгляд. Да? Если вы будете с этим считаться, то у вас появится шанс более реалистичных смотреть на вещи. Более реалистичных их воспринимать, более реалистичных к ним относиться, а значит, и появится возможность более адекватной ситуации, ээээ, адекватной реальности, продвигать модель поведения своего. Итак, почему разрушаю отношения? Ну, отношения вы можете разрешать только по одной простой причине, потому что он, эээ, слишком сильным, эээ, делаете упор, упор, на них, именно на них. На отношения, вот, не на людей, да, вокруг, а на отношения. И, при таком расходе, естественно, вам будет тяжело. То есть, когда вы, эээ, ну, не видите человека таким, как он есть, а видите его, например, в контексте того, что допустим, допустим. Нужно вам, ну, здесь не удивительно, эээ, что вы будете разрушать отношения. В психологической реальности человека присутствуют такие элементы, обращение внимания на которые влияют крайне деструктивно на эти самые элементы. Ярными примерами является любовь. Если человек пытается объяснить себе, что такое любовь, если человек пытается объяснить, пытается понять, что и как он чувствует, например, то, скорее всего, любовь закончится очень быстро, ну, или, по крайней мере, постепенно это произойдет, вот. И в случае с отношениями ситуация именно такая. Потому что, если вы думаете об отношениях, если вы хотите сохранить отношения, если вы, эээ, пытаетесь это сделать. Вот. Вот. Всё. Нет ничего удивительного, что у вас этого, ну, не получается. Дальше. Вот. Вот. Уже полтора горя я живу с мужчиной и пытаюсь перебороть свои стрессы, побегаясь от отношений. Ну, смотрите. В некоторой степени это выглядит довольно унизительно по отношению к себе. И вот почему. А вы, если хотите уменьшаться от отношений, совершенно очевидно, что чего-то вы боитесь, если хотите убежать. Если вы чего-то боитесь, то вам это угрожает. Ну, вот это вот что. Это что, чего вы боитесь, вам угрожает. Соответственно, необходимо понять, что именно вам угрожает. И разобраться с этим. То, что вам угрожает, намекает на то, в чем вы уязвимы. Процесс сохранения отношений носит здоровье. Опять же, здесь ключевая ошибка заключается в том, что вы пытаетесь сохранить отношения. Не людей, не человека, а отношения. Вы пытаетесь именно сохранить. Вот в чем суть момента. Вам важен не человек. Вам важны отношения. А задумайтесь, что такое отношения. Что они из себя представляют в более-менее объективном мире. Отношения это взаимодействие. Да? К примеру. Но взаимодействие это то, что практически нельзя улавить. А что можно улавить людей. И если вас волнуют отношения, но не люди, то вы оказываетесь прыгать. Но возникает вопрос. А почему вас волнуют отношения, а не люди? А потому что вы, в частности с 15 лет, пытаетесь эти самые отношения настроить. Вам почему-то важно построить отношения. Настолько важно, что с 15 лет вы стараетесь это сделать. Для чего сделать, это уже другой вопрос. Но старайтесь. Необходимо разобраться с тем, почему для вас это так важно. Необходимо разобраться с тем, почему вы хотите сохранить отношения. Зачем вам отношения в 15 лет. Какие свои желания, вы пытаетесь с помощью них реализовать. Потому что это проблема. Проблема сверх мотивации. В данном случае. То есть вы чересчур заинтересованы в том, чтобы выкрыть отношения. А для корректного и гармоничного их построить, мотивация должна находиться в определенном значении. Скажем так. А у вас получается не очень хорошая история, что вы чересчур заинтересованы. Плюс очевидно раз это у нас это здоровье, значит вы имеете какое-то противоречие, плюс эти усилия негативно сказываются на вашем здоровье. Вот. Что как бы тоже совершенно неприемлемо на мой взгляд. Понимаете, да? Следующая. И тут сейчас они крайне ухудшились. Ну опять, да, вот что такое крайне ухудшились отношения. Вот это нет людей здесь. Совсем запуталось, не знаю что делать. Что делать, чтобы что? Забыто ли в чем? В 15 лет пыталась построить взрослые отношения. Зачем пыталась построить взрослые отношения? Почему в 15 лет? Для чего пытались? И что такое взрослые? Как можно в 15 лет строить взрослые отношения? Юля. Что есть взрослые отношения? Что такое? Что вы вкладываете? Это понятно. Некоторые отношения длились достаточно долго. В целом крайний срок стоит полтора года. Потом все. То есть видите у вас критерии. Критерии, как бы категорийные критерии. То есть критерии и категории. Это не люди, а некие формы, рамки взаимодействия с людьми. Ну это практически эфемерная такая история. Дальше. С возрастом период влюбленности стал проходить гораздо быстрее. Следующее пребывание в отношениях больше становится похоже на уговаривание себя с краткими вспышками чувств с моей стороны и заговорочной любовью со стороны мужчин. Ну опять же да, такое ощущение, что вам отношения очень сильно для чего-то нужны. Вот вы не воспринимаете, совершенно не воспринимаете мужчин, как людей. Вы видите, видите в людях только мужчин, вы видите только, ну не знаю, может быть, будущих своих мужей, да. Вот. Но вы не видите людей, соответственно здесь ставится под сомнение фундамент, на котором вы устраиваете им свои отношения с мужчинами. И соответственно возникает вопрос восприятия. Вот. То есть видите, вы личностные отношения не устраиваете. Личность человека вы не видите. Вопрос в том, почему, почему не видите. Вопрос он в этом, пожалуй, заключается. Почему я не вижу в мужчинах людей, да, и на какой почве, на какой. Основь я выстраиваю с ними взаимодействие. Вот. То есть, какой фундамент фундамент. Следующее. Так. Последние четыре года было три отношения во всех практически через две недели. Мужчина говорит любовь, да, как будто не верил в это. Ну, здесь с одной стороны есть обесценивание себя. Совершенно очевидным. Вы себя обесцениваете и, вероятно, считаете, что любви вы, вообще говоря, не достойны. И любить вас вообще-то нельзя. Это с одной стороны. С одной стороны. Так. С другой стороны, вероятно, речь идет о том, что вы боитесь отношений. Вы боитесь сближения, у вас есть проблема, например, с личными границами. Вам сложно вот сближаться с людьми, особенно с теми, кто, как вы думаете или знаете, может, ну, дать вам, например, то, что вы хотели бы, то, что вам нужно. Да? То есть, вот эти все вещи, они мешают. А ваша невера, она с чем-то связана. Вот. Ну, на честь о личном уровне связана с самооценкой. Дальше. Вступая в отношения искренней верой, что это надолго. Ну, опять, вступая в отношения, вы не можете верить, что это надолго. Потому что вы не знаете, надолго это или нет. Вот в чем ключевой момент. Вы не можете знать, надолго это или нет. Вы не можете знать, сколько продлаться отношений. И никто не может этого знать. От слова совсем. Потому что отношения выстраивают люди. У людей есть, извините, человеческий фактор. И предугадать, сколько продлятся отношения, совершенно невозможно. Но вы пытаетесь это сделать. То есть, пытаетесь что? Предсказать. Предсказать. Дальше. Так, однако, проходит месяц и всё. Сегодня парни были сейчас не фонтаны. А почему вы их выбирали? Что это значит, парни были не фонтаны? Ну, понимаете, да, как это звучит? Это было сотнейшее восприятие мужчины, как некого-некого такого объекта. И тем не менее, вы их выбирали. Вопрос в том, зачем? Слава Богу, что расстались. А для чего исходите тогда? Сейчас со мной взрослый мужчина старше на 8 лет, не 25. Вы считаете, что вы не взрослая? Если мужчина старше вам сна на 8 лет, в вашем случае вполне может быть история, связанная с тем, что вы, мужчине, вы ищите отца. Это косвенно указывает и то, что вы пытаетесь в 15 лет построить взрослые, в кавычках, отношения. Во-вторых, во-первых, пытаетесь построить отношения, тоже само по себе. Говорит о том, что отношения вам для чего-то нужны и вас больше волнует они, например, а не собственная реализация, к примеру. Да? Это первое. Второе. Взрослые отношения. То есть, у вас, вероятно, вот так называемая взрослая составляющая развита достаточно сильнее. Но именно не думайте, что это плюс. Потому что за счет этого подавляется ваша детская составляющая, составляющая ваших желаний. Что, конечно же, усложняет очень сильно вам жизнь. Тем дальше. Так, хотелось с ним брак. Зачем? Вот зачем вы хотели с ним брак? То есть, заметьте, вы не хотите просто, например, делать его счастливым. Да? Вы хотите с ним именно брак. Для чего? Почему вам нужен брак? Что вы на этих брак получите? Для себя? Это очень важно. Потому что, потому что мы говорим про ваши желания сейчас. Дальше. Боюсь. Боюсь, оказывается. Ну, конечно, это все. Сближение. То есть, вы должны сблизиться с человеком, чтобы это получилось. А сближение, очевидно, вы боитесь. Ага. Так. Думал, оставаться. Боюсь. Ну, здесь, как правильно сказал мой коллега, Кудрячев, Игорь Шмелянин, Игорь Шмелян, Притварович. Есть определенные желания, но есть страх. Вполне имеет место. Вполне возможно, имеет место быть запрет. То есть, вполне вероятно, что вы запрещаете себе просто иметь эти желания. Вот. И, как бы, реализовывая эти желания, вы пытаетесь доказать, что они все это знают. А вместе с ними, что это значит и вы. Вот. Но вы, вы вот, на мой взгляд, из себя. В этих отношениях. Вот. Ну, в любом отношениях с мужчинами. Я имею в виду. Дальше. «Когда раз психануло, типа расстало, в местах стало страшно, одиноко, без него не готово к расставанию». Ну, смотрите. Психануло, типа расстало, да? То есть, это все такое. Это взрывоподобное выражение эмоций. Неумение их выражать, свои эмоции неумение выражать. Склонность, склонность к накапливанию эмоций. То есть, эмоции накапливаются до определенного момента, вы позволяете себе их выражать. До этого вы себе этого не позволяете. То есть, вам нужно именно, чтобы эмоции были, ну, определенной силой, и тогда вы сможете их выразить. Но не раньше. Не раньше. Если эмоции будут меньше силы, то выразить вы себе их не позволите. Из чего вы психанулили, тоже очень важно разобраться, на мой взгляд. Это страх быть брошенным. Так и страх, что вас отолкнуть, вас отвергнуть и прочее. Данная проблема, конечно, не родом из детства, но в текущем моменте она проявляется в вашей сноценке, в неустойчивости вашей сноценке. Сознание это проявляется примерно таким образом. Если меня обраться, значит со мной что-то не так. Если меня обраться, значит я не подходящий, значит я какая-то не такая. Конечно, это не имеет ничего общего с реальностью, но вы в это, очевидно, слепо верите. Так же как верите в то, что отношения ваши с мужчинами надолго. На самом деле никто этого не знает, надолго отношения или нет. Какие-то отношения могут быть долгими, а какие-то могут быть очень краткими. Но вам ли об этом не знать. Так, здесь вот есть ваши противоречия и дисгармония. Опять же, один из ключевых моментов это дисгармония. Если человек находится в дисгармонии, отношения выстроить ему довольно сложно. Потому что эта дисгармония постоянно привносится в отношения. И сами отношения становятся дисгармоничными. А вы пытаетесь свои личные, свои противоречия решить дальше от мужчин. Не получится, потому что, извините, мужчина не психотерапевт, не психолог, не врач. Он просто человек, который хочет, так же как и вы, наоборот, просто находиться в отношениях. Вот. Дальше. Я вам вчера наговорил о на эмоциях, что ненавижу. И если он меня использует, то он не женится полтора года. То есть, что у него для меня были отношения, где он девушку мариновал три года. И они в итоге растут. Ну, смотрите. Здесь вы с одной стороны ревнуете, а с другой стороны вы, так сказать, стандартно, взрывообразно выражать свои недовольства, которые можно было бы выразить более конструктивными. путем более спокойно, если бы вы выражали это в реальном времени. Вот. Ну, опять же, вы этого не делали. Да? То есть, в реальном времени, в реальном времени, свои эмоции вы не выражали. В реальном времени. Вот. И, соответственно, оно копилось, 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 и в итоге вылилось вот в такой вот взрыв. Вот. То есть, не проставленные вовремя и адекватно, то есть, в соответствии с вашими ценностями. Границы личные. Вот. Привели, собственно, к тому, что вы не сильно предъявляетесь по факту за прошлое. Конечно, это ревность. Конечно, это неуверенность. Конечно, это страх остаться одной. Сусливые, конечно, это сравнивание себя с другими людьми. Сусливые сравнивают себя с другими женщинами. Боясь, как мне кажется, ну, остаться хуже и хуже. Сусливые отношения в какой-то степени воспринимаются как игру. То есть, вот я могу выиграть и могу проиграть. Это, на самом деле, тоже крайне деструктивная позиция для построения отношений. Потому что и жизненные отношения не являются игрой. Вот. Это такой момент. Дальше. Вряд ли вы замечаете, что своим таким поведением обесцениваете свой собственный выбор. То есть, вы предъявляете что-то своему мужчине, но вы обесцениваете свой выбор. То есть, высказываете что-то ему, вы высказываете что-то себе. Обвиняя его, вы обвиняете себя. Вы обвиняете свой выбор. Ведь мужчину-то выбрали вы. То есть, не так же, как вы пишите, что до этого мужчины были не фонтан. Но эти мужчины были не фонтан, а вы их выбирали. Значит, они отражают и достаточно хорошо отражают вашу самооценку. То, что вы о себе думаете. То, как вы себя видите. То, как вы себя представляете. Вот. Поэтому, когда вы что-то говорите про людей, вот. То, по большому счету, говорите вы про себя. К сожалению. К сожалению. Дальше. Потом была любовница. Снова была любовница. Три года, с которой я даже разговаривала. Она сказала, что у нее брак. Отличный ответственный. Чак меня отрывает на счастье. Ну, опять. Опять. Да. Вы выбираете мужчину с одной стороны. Который. Который. Не готов. К врагу. И от счастья. Это, ага. Ну, выбор. Человека. Он, ну, он выбирает. Как бы, да. Он выбирает. Жениться ему или нет. К примеру. На лавку. Или на ком-либо другом. И если человек не хочет, то, ну, это его право. С одной стороны. А с другой стороны, вы выбираете таких, таких мужчин. Которые не готовы к браку. Выбираете их не случайно. Потому что сами брака боитесь. Ну, вот. Здесь нужно просмотреть. Почему вы боитесь брака. Но, ааа. Не менее важный момент. Приключается в том, что вам брак нужен. И не очень понятно. А сейчас для чего он вам нужен. Опять вот. То есть вы ничего не раскрываете на эту тему. Но отдаете ли вы себе отчет в том, что вас в мужчине интересует брак? Практически, практически только брак вас интересует в мужчине. Поэтому мне так показалось, что вот кроме брака вас ничего особо не интересует. Такое ощущение, что вы себя пытаетесь от чего-то защитить. Дальше. Меня разрывает на части. О чем вы говорите? Что это значит? На какие части? Это состояние, когда вас тянет в разные стороны. Как будто бы вы хотите совершенно разных вещей, которые не совместимы. Никак. Друг с другом. Или что? Дальше. Я над собой работал одно время и даже говорил ему, что люблю и чувствовал эти приливы. Ну, с одной стороны, хочется спросить вас, как вы работали над собой? Нам, как психологам, это важно. С другой стороны, простите, а как связано то, что вы работали над собой, с тем, что вы говорили ему, что любите его? И вот совершенно точно приливы, как вы говорите, ну вот приливы любви, да, никак не связаны с работой над собой. Ну и точнее это говорит скорее о том, что работа находится либо в процессе, и ее ни в коем случае нельзя прерывать, либо она, ну, к сожалению, не совсем удача. Вот. То есть здесь история вот такая. Опять, что не понятно, а вы начали над собой работать, потом перестали, я так понимаю, над собой работать? Почему начали, почему перестали, все эти вопросы остаются без ответов. Хотя это очень важно. Вот. Дальше. Сейчас очень ревную его и боюсь потерять. Ну, про ревность, в принципе, я сказал уже, про ревность я говорил, что ревность это неуверенность в себе, страх одиночества и сравнивание себя с другими людьми. Здесь можно добавить только то, что ревность еще предполагает восприятие человека из себя, как некой такой вот ценности материалистической больше, то есть ценности стремятся к материализму, вот. Человек типа вещь, потому что, ну, вот вы даже говорите, да, что я его боюсь потерять. Ну, так, а как вы можете его потерять, если это человек, если он вам не принадлежит? Да. То есть вы, с одной стороны, считаете, что он вам принадлежит, хотя на самом деле это не так, и здесь вы обесцениваете вообще человека. А вот, с какой стороны, ну, он вам для чего-то нужен, то есть вместе с ним вы боитесь потерять что-то для себя. И вопрос заключается в том, что именно вы боитесь потерять. И почему вы боитесь потерять. Дальше. Так. Ну, сама разрушая своим стереотипом. Это не стереотип. Стереотипом как раз в большей степени является то, что вы, к примеру, в людях видите мыши, вот это является стереотипом в большей степени. О том, что вы убегаете от отношений, а то не стереотип. Это страх. Страх связан с вашей определенной уязвимостью. И уязвимость это то, чем нужно работать. То есть это, как я и сказал, напоминание вам о том, что у вас есть слабые места. Вы на эти слабые места пытаетесь закрыть глаза, пытаетесь сделать вид, что их нет. Но они снова и снова напоминают о себе. И будут напоминать до сих пор, пока вы не, как бы, примите их, свое психологическое тело. И не решите, как вы будете с ними поступать. С этими слабыми местами. Вот. К тому, как слабые места есть у всех. Вот. Но кто-то принимает свои слабости, знает их и старается ими пользоваться. А кто-то, кто-то на них закрывает просто глаза. Делает вид, что их нет. Такая вот староусинная немножко позиция. Вот. Но, опять же, она может быть связана с тем, что вам, к примеру, в детстве запрещали вообще проявлять какую-либо слабость. И сейчас вы слабость воспринимаете просто как слабость. Вот. Типа, слабость это что-то плохое, порочное и так далее. Вот. Но на самом деле это, конечно же, не так. Дальше. Раньше при любых настройках я прижимал к нему чувство любовь в тепло, которое происходит от меня отбира, просто стоя на глазах и застываю на таблетке к нему практически две недели. Вот смотрите. Есть, опять же, модель, модель поведения ребенка. Есть вот. То есть вот прижимал к нему при любых настройках чувство любовь в тепло. А так получается любовь в тепло вы не чувствуете. Так получается вы нуждаетесь в любви и в тепле. Возникает вопрос. А из чего протекает эта потребность в любви и тепле? Возникает вопрос. Чего не хватает лично вам в самой себе, что вы нуждаетесь в любви и тепле? Возникает вопрос. Не заглушаете ли вы свой настрой любовью и теплом другого человека? Потому что проблема-то не решается. Ваше настроение, оно же ведь из-за чего-то испортилось. Вот. И если оно из-за чего-то испортилось, то любовь и тепло другого человека могут, конечно, вас успокоить. Это правда. Но не решить проблему. Да. То есть, где-то вы очень здорово слоя, например, в требованиях к людям. А где-то вы ведете себя как ребенок. Вот. Это не обвинение, но это констатация такого факта. Ваше. Дальше. Эм. Так. Ещё был на юткиномерке, начинали заниматься любовью. Во время этого меня напугал запах обуферамонов. А чем он вас напугал? Эм. Конкретно. То есть, знаете, здесь опять же есть ощущение, да, что вы опасаетесь сближения. То есть, вы опасаетесь вот какой-то угрозы, вы опасаетесь чего-то такого, понимаете. Скажешь руку. Я, конечно, не знаю до конца всех деталей. Вот. Но есть у меня такое вот подозрение. Потому что, во-первых, я уверен, что это было не в первый раз, когда вы занимались любовью человека. Во-вторых, это был не неприятный запах. Это был запах и нормально. То есть, это вполне естественно и нормально. Вот. Вот. Идея о том, что вы слышите, да, что-то слово. Я достыкнулась на этом запахе после слов знакомой о том, как понять человек, твой или не твой, нравится запах. Надеюсь, что самым стало, что бывают вообще ваши, не ваши люди. На самом деле не было. Вот. Потому что, извините, люди не вещи. Люди не вещи, люди не, ну, не могут принадлежать. А вы хотите, чтобы вам человек именно, именно, что принадлежал. Ну, это, мягко говоря, так не работает. Вот. И опять же, вы на этом зациклись. Потому что, боитесь сближения. Ну, вот. С мужчинами. Боитесь сближаться. И, подползательно, я полагаю. Ищите возможность. И в отношениях выйти. Ух. В этом ничего плохого нет. В том, что вы делаете. Я не хочу, чтобы вы думали о том, что вы делаете. Что, вот, например, я вас обвиняю. Вот. Но, просто, мотивация такого, такого поведения, она, конечно, вызывает вопрос. И, глобально, противоречивая заключается в том, что вы с одной стороны хотите отношения, а с другой стороны нет. Ну, это вы боитесь. Дальше. После моих вчерашних слов, которые я написала, вы еще этот партнер не знаете то же, чего хочет. Неудивительно, как он меня вообще терпит. Ну, если у вас идет снова обесценивание, то снова вы себя обесцениваете. Вот. Потому что, как он меня терпит, ну, то есть, вы сами, вот, не понимаете, как он вас терпит. Вот. Упуская я верю, что человек, ну, может, вполне вероятно испыть вам какие-то чувства. Вот. Вот. С другой стороны, вы говорите, что он не знает чего хочет, и это тоже в какой-то степени говорит о его не верности сюда. Вот. То есть, вы опять же выбираете таких мужчин, которые не очень уверены в себя. вот. И вновь это не обвинение, да, это скорее вот такая констатация фактов. вот. Вы пишите, помогите, поможем, ну, нужна психотерапия. Вот. Идеально. Ваша сам совместная психотерапия, то есть, чтобы оба обратились к психологу, да, оба, и оба, ну, со специалистом поработали, вот. Чтобы именно оба это сделали. Ну, как минимум, это, как минимум, работа нужна вам, и как минимум, поработать нужна с вами. Вот. Потому что у вас есть проблемы, которые вам, ну, лишают просто. Просто не дают по большим счету двигаться дальше. Вот. Для начала я бы, вот, снизил, снизил бы эмоциональный эмоциональный тонус у вас. Вот. Потому что он очень большой, на мой взгляд, очень высокий сейчас. И я думаю, что в таком состоянии вряд ли вы в психотерапии вообще готовы. Вряд ли вы в психотерапию будете, ну, воспринимать. Надо будет восклинировать. То есть помочь вам, эм, выразить, выплеснуть свои эмоции. Наверное, одна из первостепенных наших задач, как специалистов. психолог. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. желаю всего самого доброго и удачи. Игорь Негода. Поехали. Продолжение следует...